Конечно же, лыжи. Мне очень нравятся лыжи. Если говорить про летние, это однозначно футбол. Мне больше нравятся командные виды спорта. Наверное, художественная гимнастика, потому что художественная гимнастика – это королева спорта. Я выбрал бы бег на две дистанции – 800 метров и 10 километров. Если зимний, то это слалом и прыжки с трамплина. Слалом – это скорость, прыжки – это какой-то элемент полета. И то, и то очень близко мне подув и интересно. Если представить себя в какой-то другой жизни спортсменкой, я бы, наверное, занималась биатлоном. Олимпийские игры – это высшая степень достижения, в общем-то, и определение своих, скажем так, показателей. И я, как мужчина, наверное, смог бы сравнить победу на Олимпийских играх с высшей степенью самореализации. Наверное, это огромная гордость за свою страну и за проделанную работу. Могу как зритель сказать, когда ты сидишь по ту сторону экрана и смотришь на то, когда поднимается украинский флаг, и звучит наш гимн, и ты понимаешь, что этот спортсмен преодолел, чтобы достичь этой вершины. Но это не просто вот мурашки идут по коже. Ты даже, когда думаешь об этом, так небывалый какой-то взлёт патриотизма. Это, наверное, в жизни ничем нельзя сравнить. Для меня это на сегодняшний день та часть, которая приносит мне удовольствие и счастье. Для любого мужчины, для любого хозяина, да, самое важное – это собственная семья и её благополучие. Ну, вот спорт стоит, наверное, рядом. Ну, вы знаете, на самом деле, без спорта вообще тяжело выживать. Если у вас напряжённый график, и вы в офисе сидите с недостатком кислорода и движения, на самом деле, это усталость зачастую эмоциональная, как только вы там пробежите 3 километра, у вас возвращаются силы, настроения и так далее. Спорт дисциплинирует, помогает закалять характер и преодолевать сложности. Спорт – это просто то, что помогает восстановиться и даёт силы идти вперёд. В бизнесе правила игры не всегда прозрачны. Соперники или конкуренты не всегда в равных условиях, в отличие от спорта. И в бизнесе победа и критерии её достижения не всегда очевидны. В этом большая разница. Сходство в том, что, на первый взгляд, кажется, что и в бизнесе, и в спорте ваша основная цель – это победить ваших соперников или конкурентов, но, на самом деле, основная цель – это преодолеть себя. Ваш главный соперник – это вы сами. Самое главное в спорте черта характера – это способность без стеснения определить свои страхи. Человек, который говорит, что он ничего не боится, это человек, который попросту обманывает. Честность. Спорт сделал меня честным. В понимании как раз того, что они существуют, я имею в виду страхи, и если мы знаем их в лицо, мы знаем, как с ними бороться. Я думаю, это, в первую очередь, самодисциплина. Это упорство. И это, грубо говоря, тот факт, что человек перестаёт себя жалеть. Потому что, если он привык к тому, что ему тяжело в нагрузках, он просто привык к тому, что это норма. Поэтому спорт, я считаю, очень важен. Не только как фундамент здоровья и упорства в будущем, но и, в принципе, психологически, эмоционально, как вещь, которая прививает стремление к достижению цели и к тому, чтобы не жалеть себя и идти вперёд. Это сейчас много возможностей, и важно определить, какую именно он хочет реализовать. И второй совет, он больше относится к спорту, но и к жизни в полной мере, это никогда не сдаваться. Системность, самодисциплина, не жалеть себя, работать и ещё раз работать. Я ей желаю быть самой быстрой, самой меткой и, в итоге, стать олимпийской чемпионкой. Победа, ещё раз победа, мы с вами, мы верим в вас, поддерживаем всем сердцем и душой. Я желаю только успеха и удачи. Я уверен, что она уже приложила немало усилий к тому, чтобы подняться на ступеньку пьедестала, и я очень надеюсь, что у меня получится. Вера в себя, в свои силы, в всё возможное, нет ничего невозможного, на самом деле. Все преграды, они только у нас в голове. А здесь, в Украине, мы будем посылать лучики добра и болеть за Елену и всю нашу украинскую сборную. Я бы хотел ей пожелать осознанности, значимости собственной персоны на этом огромном мероприятии. Потому что, когда мы говорим о Олимпийских играх, мы говорим о том, что она защищает не своё личное имя или же имя собственной команды. Она защищает цвета нашей страны. И, в общем-то, это должно и придать определённых сил. Я хочу пожелать только одного – принести удачу нашей сборной. И чтобы мы сделали большой рывок, собрали большой комплект медалей. Я уверен, что вся страна будет следить за нашими спортсменами. И надеюсь, что компания «Виза» станет хорошим талисманом для нашей сборной. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok